Всем привет! Я думаю, что если вы смотрите данное видео, то уже наверняка обзавелись устройством с поддержкой беспроводной зарядки. На данный момент беспроводную зарядку поддерживают iPhone 10, 8 и 8 Plus. Сегодня мы с вами посмотрим на самые популярные зарядки от известных брендов и давайте узнаем обо всем поподробнее. С вами интернет-магазин iLaunch, поехали! Начнем, наверное, с топовых брендов, а именно Белкин и Моуфи. Итак, что же идет в комплекте? Компания Белкин положила саму док-станцию и блок питания в сеть. Поскольку мы находимся в Европе, то и вилка европейская. Провод полтора метра и его вполне хватит, чтобы подключить в розетку и аккуратно разместить зарядку на столе, например. Сам док имеет один световой индикатор, который горит зеленым, когда устройство заряжается. Кстати, в комплекте также есть гарантия на 2 года. Теперь посмотрим на продукт от Моуфи. Тут док будет поменьше, но и потяжелее. Также все питается от блока питания, который идет в комплекте, ну а провода по длине также хватает с головой. Снизу имеется индикатор, который также сообщает о процессе зарядки. Теперь давайте узнаем, как беспроводную зарядку видит компания Bazeus. В комплекте идет сам блинчик и также провод microUSB, что говорит нам о том, что док, например, можно подключить к пауэрбанку и таким образом заряжать ваше беспроводное устройство. Имеется также зеленый световой индикатор, который напоминает нам о процессе зарядки. Продукт от компании Nilkin. Ребята заморочились и решили сделать поверхность дока кожи, ну или кожзамом. Что бы это ни было, то выглядит реально круто. Работает также через microUSB, который идет в комплекте, но и плюс еще к красоте, это подсветка при процессе зарядки. Смотрится очень красиво. Компания Spigeon также позаботилась о своих постоянных клиентах и сделала свою беспроводную зарядку. Блока питания мы, наверное, сегодня в комплектах уже не увидим, но идет в комплекте microUSB. Когда док просто подключен к питанию, горит зеленый огонек. А когда зарядка начинается, то уже синий. Он довольно-таки компактный и с длинным проводом. Ну и выглядит также неплохо. Компания Winstig пошла совершенно другим путем и сделала кабель несъемным, и я считаю, что это правильное решение. Длины его хватает, а вот док прям очень маленький. Маленький настолько, что когда вы ставите телефон на зарядку, его просто не видно. Тут также имеется светодиод, который горит синим просто при подключении, и когда идет питание, то зеленым. Компания ROG вроде как услышала, что мне больше нравятся несъемные кабеля. Ну и тут док-станция выполнена в белом цвете, питание идет также через USB. А при зарядке устройства загорается красивая синяя подсветка. Таблетка уже больше, чем у Winstig, и дизайн прикольный. Ну и смотрим на последний из этой серии зарядник от компании Ugreen. Док также выполнен в белом цвете, а провод в виде лапши, что дает плюс к эстетическому виду. Надписи минимум и продолговатый диод синего цвета, который сообщает нам о процессе зарядки. Теперь у нас остались еще две зарядки, но они уже не простые. Проще говоря, это Powerbank. Предлагаю начать с коробочки поменьше. Данная банка на 8000 мАч. Сама она заряжается от microUSB, но также есть два USB выхода для зарядки, так скажем, по старинке через провод. Ну и самое главное, что отличает этот Powerbank от других, это, конечно, возможность без проводов заряжать ваши девайсы. Имеется специальный кружочек, на который мы кладем телефон, включаем Powerbank, и ваше устройство начинает заряжаться. Работает все круто и без лишних вопросов. Есть также представитель от компании Momox, и он уже в два раза больше и вмещает в себя 20 000 мАч. Сам он заряжается через microUSB или же через Type-C. Выдавать питание также может и для проводных устройств с помощью двух USB выходов. Ну и понятное дело, поддерживается беспроводная зарядка. Как и в прошлом случае, кладем телефон на банку, и он заряжается. Как по мне, очень удобное дополнение к данному устройству. Что касается итогов, рынок сейчас готов принимать устройства с возможностью зарядки их без проводов. Вопрос в другом, готовы ли к этому пользователи? В комментариях напишите, какое устройство из представленных вам понравилось больше всего. Но ссылки на все Powerbank и док-станции я оставил в описании под этим видео. Ну а также предлагаю посмотреть, за какое время iPhone X зарядился на 50% с помощью всех зарядок. Инфографика на ваших экранах. Ну а вы не забывайте подписываться на канал iLounge, у вас ждет много интересного. Пока-пока.